Вообще-то здесь, в Дивееве, с каждым недугом к врачам обращаться не спешат. В первую очередь в церковь. И врачам тоже. Вообще, конечно, больше самому себе доверяем, потому что инстинкт – это самосохранение. А там уже как дальше пойдет. Между тем, центральная районная больница Дивеева всегда готова оказать помощь, причем не только местным жителям, но и многочисленным паломникам. Они приезжают в 4-ю дел Богородицы круглогодично. Конечно, в связи с тем, что в Дивеево приезжает много паломников, и многие паломники, те, которые приезжают к нам, выживают, конечно, как-то вылечат за счет все-таки веры, да? Они имеют довольно-таки уже тяжелые, запущенные заболевания. Это, конечно, раковый процесс в основном в последних стадиях. И здесь палиативная помощь как нельзя, кстати. Каждые 30 секунд один человек в мире заболевает раком. Онкологические болезни стоят на третьем месте после инфарктов и инсультов. Иногда диагностировать болезни, особенно на ранних стадиях, бывает очень сложно. Именно поэтому евразийский семинар по профилактике и ранней диагностики рака проходит именно в русской глубинке – Дивееве. Сегодня мы хотим попытаться донести современные сведения, связанные с диагностикой и лечением злокачественных опухолей. То, что было получено новое, то, что как изменились в нынешних новых условиях медицинская помощь, как в этой ситуации поступать, и что нужно делать для того, чтобы снизить смертность от злокачественных наобразований. Здесь специалисты на международном уровне обсуждают проблемы современной онкологии, вопрос лечения боли, профилактику основных видов рака. Все же самая первоочередная проблема – диагностика. Онкологические заболевания, они начинаются незаметно. И вот этот первый симптом должен как раз увидеть врач первичной сети, врач общей практики. Поэтому не случайно мы здесь, не случайно мы хотим вооружить врачей первичной звеной, теми знаниями, которые позволили им рано поставить диагноз. И, собственно, проблема в этом. В прошлом сам пациент онкологической клиники, а сейчас директор Евразийской федерации онкологии Самансувдарам Субраманиан на собственном примере объясняет, регулярное наблюдение должно проходить у семейного врача. А лечиться пациент должен не только у онкологов. Недостаточно, чтобы пациентов направляли к онкологу, когда там установили диагноз, там, третьей или четвертой стадии, да, тогда не онколог нужен этому пациенту очень часто. Этому пациенту нужен специалист по полетивной помощи. Ну, нередко такое происходит в России, к сожалению. Но если мы будем тесно общаться с врачами не онкологических специальностей, то тогда эти врачи-медики не онкологических специальностей будут направлять пациента на ранних этапах, потому что ранней диагностикой должен и может заниматься врач не онкологических специальностей. Еще одно явление – медицинский туризм, когда больному рекомендуют лечиться и оперироваться за границей, зачастую неоправданно. В России есть и специалисты, и возможности для операций даже тяжелых больных. Анастасия Рябова, Михаил Горняков. Объективно. ЛНТВ.